Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Круглосуточно продолжается поиск пропавших братьев в Каркаролинском районе. В поисковых работах задействованы значительные силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям. Более пяти часов родители сжигали в печке тело двухлетней Эвелины. До этого малышку оставили замерзать на улице. Жуткие подробности выяснились в суде. Я говорю, закатать похоронинку это не получится, потому что судорогу пришли. Придя, можно сказать, вовремя, было вовремя, согласен, к примеру, к примеру, жечь. 12,5 миллиардов тенге. Именно востолько по сегодняшним ценам оценили строительство новой областной многопрофильной больницы. Акиму области презентовали проект нового медицинского учреждения. В Каркаролинском районе продолжается круглосуточный поиск пропавших братьев. Задействованы десятки спасателей и несколько единиц техники. Напомним, что несчастный случай произошел 2 апреля. Двое мужчин, переправляясь через реку Копа, упали с лошадей. Мощным течением их унесло по реке. Один уже упал, лошадь ушла, он пошел пешком, его начал сносить. Второй прыгнул за ней на лошади, прыгнулся и упал. Глубина какая? Здесь была глубина по самой верхней, это около 2,5 метра. То есть где-то шли пешком, где-то тонули. Спасатель на месте рассказывает обстоятельства пропажи двух братьев на реке Копта. Мужчины пропали вне населенного пункта в 500 метрах от совхоза Жарлы. 2 апреля утром они ускакали за табуном лошадей через мост, но обратный путь всадники сократили и поскакали в районе реки. Вместе с ними был местный житель, на глазах которого братья упали вместе с лошадьми в воду. Сами лошади выбрались на сушу, а мужчины исчезли в реке. Спасатели дали оценку действиям пропавших мужчин, заявив, что они пренебрегли элементарными правилами безопасности. Один с одного берега, двое с другого берега. Начал один переправляться, лошадь соскользнулась, потому что под водой еще имеется лед. Упал всадник, унесло чечением. Второй, видя это все, также на лошади прыгает в воду, хочет самостоятельно спасти и его также уносит. Спасатели отмечают, что мелкие реки весной становятся значительно шире из-за вливания паводковых вод. Кроме того, усиливается течение. В настоящее время к поиску пропавших мужчин привлечены десятки спасателей и несколько единиц техники. Сейчас мы наметили план дальнейший по поиску, а группировку разбили по группам, назначили старше этих групп. Каждый будет на своем участке отрабатывать по пойму этой реки Купа. Где-то пешим порядком, где-то на моторках, на лодках, где-то водолазы будут спускаться. В департаменте по чрезвычайным ситуациям заявили, что поисковые работы ведутся круглосуточно и не прекратятся, пока пропавшие братья не будут найдены. Спасатели вновь обращаются ко всем жителям области с требованием неукоснительного соблюдения мер безопасности в паводковый период. Категорически запрещается перебираться через водные преграды вброд. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Тело двухлетней Эвелины Драган едва уместилось в печке. Малышка горела более пяти часов. Жуткие подробности убийства рассказал отчим. Он и родная мать малышки сожгли девочку, а затем еще и совершили кражу. Родственникам неродивая мамаша заявила, что отдала дочь родному отцу. Однако вскоре правда вышла наружу. Мать и ее сожители признали подозреваемыми. На днях уголовное дело поступило в суд. Убийство ребенка произошло в феврале прошлого года в дачном поселке недалеко от Юго-Востока. Сожители вместе с двумя детьми возвращались с заработков. Оба были навеселее и решили переночевать в чужом дачном домике. Подсудимый Зеленый нес на руках падчерицу, а его сожительница – годовалого сына. Устав от ноши, отчим убил девочку и оставил на пустыре. Зеленый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая наступления смерти малолетней драганы Велины, в присутствии матери последней, обеими руками начал прыгать по малолетней драганы Велины в области грудной клетки нижней конечности тела. Вследствие полученных плесных повреждений малолетняя драгана Велины скончалась на месте. После чего Зеленый и Драган оставили тело малолетней драганы Велины без признаков жизни на открытой местности. На следующий день сожители сожгли тело девочки в печи на той же даче. Вместе с Эвелиной в печи сгорели и документы. После они украли с дачи DVD и поехали к родственникам подсудимой. Там они сказали, что отдали дочь родному отцу. Я говорю, закопать похоронение – это не получится. Может, и с удовольствием мы решили. Тело малышки горело больше пяти часов. Чтобы поддерживать горение, отчим подливал лак. Позже, в декабре, подсудимая призналась в содеянном и пошла в полицию с повинной. 38-летнего Владимира Зеленого обвиняют в убийстве и сожжении тела девочки, а также в совершении кражи. Женщине также вменяется кража и покрытие преступника. У пары остался совместный сын. Сейчас ребенок находится в детском доме. Туда же определили старшую дочь женщины. Судебное следствие продолжается. Фотографии ребенка-попрошайки, привязанного веревкой к столбу, взбудоражили жителей города. Снимки девочки с веревкой на шее размещены в Инстаграм. По словам автора фото, они были сделаны в районе Нового рынка. Судьбой детей-попрошайок заинтересовались полицейские. Они провели рейды и задержали четырех несовершеннолетних, которые занимались бродяжничеством. Среди из задержанных, по данным полицейских, была и звезда Инстаграм. Эти фотографии не оставили равнодушными никого. Девочка с веревкой на шее была привязана к столбу. Пользователи социальных сетей ужаснулись увиденным. Вскоре после публикации снимков, детьми-попрошайками заинтересовались полицейские. В ходе рейда по проспекту Бухаржрау были выявлены несовершеннолетние. Они бегали вдоль дороги и занимались попрошайничеством у прохожих. Дети были доставлены в центральный отдел полиции. Старшему ребенку 11 лет, двоим девочкам 6 лет и 4 года. Мальчику 5 лет. Дети своих полных анкетных данных и адрес дать не смогли. В одной из задержанных девочек полицейские узнали привязанного к столбу ребенка. Несовершеннолетняя рассказала, что была привязана к столбу в шутку. Это была такая игра. При выяснении обстоятельств старшая девочка пояснила, что 4 апреля они ходили вдоль дороги с 4-летней девочкой в районе рынка и просили деньги у прохожих. При этом пояснили, что их мать находилась в супермаркете, а они убежали. Далее младшая девочка нашла веревку и попросила, чтобы сестра завязала ей веревку. Таким образом они играли, бегали вдоль дороги. В это время к ним подошел мужчина и попросил их постоять, как он хотел сфотографировать, на что поселения отказались. Но после того, как мужчина предложил им 50 тенге, они согласились. В настоящее время несовершеннолетние дети будут определены в Центр адаптации несовершеннолетних городов Тимиртово-Карагандистской области. Личность автора фотографии устанавливается. Теперь домом для задержанных несовершеннолетних станет Тимиртауский Центр адаптации для несовершеннолетних. Личность автора фотографии устанавливается. Айям Амрина Жакслак-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. 12,5 миллиардов тенге. Именно во столько по сегодняшним ценам оценили строительство новой областной многопрофильной больницы. Строительство намечено на 2019 год. 5 апреля Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов посетил ряд объектов здравоохранения Караганды, среди которых областной центр крови и уникальный реабилитационный центр «Луч». В рамках объезда главе региона был презентован проект строительства областной многопрофильной больницы на юго-востоке города. Это макет новой областной многопрофильной больницы, которая уже через несколько лет будет возведена на юго-востоке Караганды. Впервые о необходимости строительства нового медицинского учреждения заговорили в далеком 1991 году. В 2008 приступили к реализации. Проект на смертную документацию разработала компания «Шимкенгражданпроект». Во время презентации Акима области было отмечено, что аналогов этой больницы нет. Проект отличный. Во многом отличается от аналогичных проектов в Казахстане. Вновь построена и оптимальная кубатура. Изначальная стоимость строительства больницы оценивалась в 7,5 миллиардов тенге. После девальвации сумма возросла. В настоящее время из местного бюджета выделены средства для актуализации проектно-сметной документации. В следующем году будут начаты переговоры в отношении выделения средств республиканского бюджета. Я думаю, что во второй половине 2018 года возможно. Будет начало, но в 2019 году это точно. Сегодня глава региона сказал, что этот проект должен быть реализован и приложим все усилия для его реализации. Под строительством многопрофильной больницы выделено 8 гектаров земли недалеко от областного центра переливания крови. В будущем эти учреждения образуют медицинский кластер. Ознакомившись с проектом, глава региона дал поручение приложить все усилия для его реализации. В этот же день глава региона посетил нейрореабилитационный центр «Луч». Здесь реализуются современные методы реабилитации пациентов с различными заболеваниями нервной системы. В том числе таких, как инсульт, инфаркт головного мозга, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз. Герлану Кушанову продемонстрировали зону эрготерапии, оснащенную специальным оборудованием, в том числе наборами для развития мелкой моторики. Далее он побывал в зале лечебной физкультуры, оборудованном подвесными слим-системами, имитаторами ходьбы, механоаппаратами для разработки нижних и верхних конечностей. После глава региона осмотрел тренажерный зал, посетил физиокабинет и водолечебницу. Стоит отметить, что реабилитационный центр был открыт два месяца назад в рамках государственно-частного партнерства. Достаточно активно у нас государственное частное партнерство развивается. В текущем году мы планируем уже реализовать 9 проектов на сумму свыше 2 миллиардов тенге. Вы сегодня слышали, что глава региона дал поручение усилить работу и организовать встречу с потенциальными инвесторами, узнать, какие насущные проблемы у них есть, что мешает им активно развивать эти проекты. В кратчайшие сроки в ближайшее время эта встреча будет организована, все проблемы будут озвучены. Мы заручимся поддержкой Акима области. И я думаю, что еще более интенсивно данный механизм государственного частного партнерства в сфере здравоохранения Карагандинской области будет реализовываться. Глава региона также посетил областной центр крови. Единственное подобное медицинское учреждение в области, в котором происходит забор донорской крови и ее компонентов. Андрей Тенолжас, Габасов Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Бесплатно на Экспо за новой практикой. Такую возможность получили рабочие Карагандинского машиностроительного завода номер один и геолого-разведочная компания «Центр геосъемка». Рабочим, машинистам, производственникам, геологам, всем создателям всего нового вручили заветные путевки за новыми открытиями международного масштаба. Один из них – машиностроительный завод, состоящий из 150 работников, решил отправить 60 человек за новыми открытиями. Сегодня завод занимается техническим обслуживанием горно-шахтного и горно-рудного оборудования. По словам директора Булата Кенжина, данная выставка подарит море возможностей для реализации новых идей. Мы же машиностроительное предприятие. В процессе своей работы мы с вами сталкивались. Мы изготавливали ветряки. Это энергия ветра мы этим занимались. Солнечной батареей мы не занимались. Посмотрим. Конечно, все новое, все интересное. Мы будем брать на вооружение. И по возможности, если возможно, купить. Рабочий коллектив был рад такому неожиданному сюрпризу. Как говорят сами рабочие, сейчас старая производство остается позади. На его место приходят новые. Как и весь мир, коллектив желает идти в ногу со временем. И лучшие технологии показывают, как люди дальше будут жить. Потому что уголь, нефть, газ постепенно уходит. Геологическая компания «Центр геосъемка», имеющий более молодой коллектив геологов, тоже не осталась в стороне. Компания, выполняющая весь комплекс геолого-разведочных работ, является одной из крупных в Казахстане. И такая выставка международного формата открывает для них новые горизонты. Первооткрывателей новых месторождений отправят на выставку около ста своих лучших специалистов. Среди них и Арайла Мнуршина, геолог после окончания учебы, начала работать в данном центре. Она хочет познакомиться с новыми технологиями, чтобы затем использовать новые знания в работе. Я очень рада, что сегодня наша организация предоставила нам такую уникальную возможность, шанс такой в жизни побывать на мировой выставке. Что не только я, но и мои коллеги также побывают там. Мы увидим много нового, можно сказать, практически весь мир в одном месте соберется, в нашей прекрасной столице, в нашей государстве. И я считаю, что нам очень повезло. Такого же мнения придерживается каждый в этой группе геологи в предвкушении новых открытий, которые ожидают их на международной выставке «Экспо». Эта «Экспо-17» очень интересна. Чем интересна? Недра земли, богатство недры, запасы, которые мы разведываем, они неисчерпаемы. Поэтому энергия будущего, тема выставки, для наших молодых геологов очень интересна. В связи с этим, наше предприятие купил 100 билетов для посещения наших сотрудников «Экспо-17». По словам руководителей, если количество желающих побывать на выставке возрастет, то специально для них будут приобретены дополнительные билеты. Фариза Улбаева, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 40-летнюю свалку ликвидировали на улице Орлова. В нынешнем году выделены деньги на ликвидацию несанкционированных свалок в районе имени Казбекби. В основном стихийные помойки находятся в частном секторе. По мнению чиновников, главные организаторы свалок – местные жители. Все подробности далее в выпуске. Впервые за последние 40 лет на улице Орлова кипит работа. Экскаваторы, грузовики, десятки рабочих. Происходит ликвидация несанкционированной мусорной свалки. Главная причина появления всех стихийных свалок, по мнению чиновников, отсутствие контейнеров и договоров о вывозе мусора. Иными словами, в Акимате заявили, что свалки устраивают местные жители, которые потом же и жалуются в различные станции на то, что свалку никто не вывозит. И данная свалка, да, она уже очень большая была, уже третий день работают, вывозят. Детих свалок у нас осталось еще восемь. И они также находятся. У нас основные свалки – это у нас на Федоровке и Михайловске. Все находятся, как и здесь, они находятся на территориях частного сектора. Если она находится рядом с этой улицей, соответственно, у кого нет контейнеров, они, получается, туда и носят. Однако не все местные жители используют лесопосадку в качестве помойки. У некоторых домов установлены мусорные контейнеры, а самые сознательные даже помогали рабочим. Среди них Игорь Дзян. Он признался, что в течение 12 лет, сколько он здесь живет, мусор ни разу не убирался. Общий возраст свалки – около 40 лет, считают старожилы. Чиновники призывают всех владельцев домов устанавливать контейнеры и заключать договора. Но не каждому это по средствам. Вот я вчера с ними разговаривал, многие пенсионеры, ну как пенсионерка может поставить себе контейнер за 40 тысяч? Она никогда не сможет поставить. Она говорит, мы готовы платить деньги. Оплачет это все. Но пускай контейнеры поставят, мы будем платить по квитанцам, как положено. Оплачет, чтобы мусор вывозили. Ну и чтобы этой свалки не было. Чтобы вот так чисто и красиво у нас было здесь, на Федоровке. Акимат района Казыбекби не намерен просто вывезти весь мусор. Создана специальная мобильная группа из числа работников Акимата и местной полицейской службы. Группа намерена проводить подворовой обход с разъяснением о недопустимости выбрасывания мусора, где попало. На сегодня в Казыбекбийском районе уже ликвидировано 4 стихийные свалки мусора. Всего в этом году определено 12 участков. Андрей Тенес, Ламбекус, Пан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Работа государственных органов не меняется в положительную сторону. На судебных заседаниях обвинители и специально приглашенные специалисты не знают законодательства. Юристы появляются в суде неподготовленными. 330 дел государственных органов, рассмотренных в суде, отправлены на пересмотр. Такие данные привел заместитель прокурора Карагандинской области Нуркен Женахметов на специальном совещании в областной администрации. За последние два года государственные органы стали чаще проигрывать в судебных заседаниях. Причиной этому является несоблюдение законодательства. По словам прокуроров, такие нарушения часто встречаются в работе отделов здравоохранения и образования. Неподготовленность юристов к судебным встречам приводит к отложению судебных актов, что приводит к лишним материальным затратам государственного бюджета. Наша задача не только учинять спрос, либо повышать требовательность. Это в духе программы перемен, разработанной по инициативе генерального прокурора, это доступность и прозрачность прокуратуры, как прокуратура для народа. Тем самым мы оказываем посильную помощь в защите материальных интересов государства. Это самое главное. Их представляют сотрудники юридических служб. За последние два года незаконное выполнение государственного закупа и неоплата со стороны должников выросли до 1300 случаев. Более 40 случаев в местных исполнительных органах, 23 в здравоохранении, 15 в образовании и 4 в правоохранительных органах. Поступают также заявления о недобросовестности в оплате коммунальных услуг. Более точно говоря, по исковым заявлениям множество фактов встречается. Во-первых, не указывает, какая сумма должна быть взыскана, за какой период. Не могут это все уточнить и в судебном заседании. Не представляется доказательство оплаты этих сумм. В порядке рассмотрения выясняется, что Нижесказган Энергосбыт задолжал сумму, а сам ИСТЕЦ, то есть государственный орган, в результате неоплаты за поставленные услуги, он сам является должником перед Жесказган Энергосбыт. Органы и отделы, которые безответственно отнеслись к работе, получили предупреждение. Теперь же невыполнение закона со стороны госорганов повлекут административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность. Фариза Улбаева, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Четыре человека погибло в Караганде под колесами автомашин. Таковы данные за три месяца. Всего с начала года в шахтерской столице зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий. В Караганде провели очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Для сокращения количества аварий с участием пассажирского транспорта в Караганде провели профилактическое мероприятие «Автобус». Такую работу полицейские проводят регулярно, поскольку в дорожно-транспортных происшествиях с участием общественного транспорта травмируется большое количество людей. Проводят усиленные отработки по общественному транспорту. Также отработки ведут на линии сотрудники полка, а также и на конечных остановках общественного транспорта. В свою очередь сотрудники отдела административной полиции УВД города Караганды в рамках мероприятия проводят профилактические беседы, лекции, встречи с водительским составом, с руководителями автопарков. За административные нарушения водителям придется поплатиться штрафом от 10 до 20-месячных расчетных показателей. Но главная задача полиции, по словам Алмаса Жакенова, не привлечь к ответственности, а предупредить право нарушения. Водители, которые стали невольными участниками рейда, имеют по этому поводу другое мнение. На график в первую очередь, конечно, влияет это по времени, занимает наше время. А в автопарках нас каждое утро проверяет механик, то есть наличие огнетушителей, аптечек, знаков и выпускает нас на линию. По таким дорогам куда здесь превышать скорость? Во-первых, у нас дорог нет, а во-вторых, наши машины, они не скоростные. Несмотря на недовольство водителей, нарушители все же нашлись. Всего за три дня было выявлено более ста фактов нарушения. Чаще всего водители автобусов и маршрутов во время движения разговаривают по телефону. В числе распространенных правонарушений также несоблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу, переоборудование. Имеются случаи, когда водители не пропускают людей на пешеходных переходах, не включают показатели поворота и нарушают правила обгона. Стоит отметить, что после предъявления нарушения автобус продолжает движение до конечной станции. И лишь на последней остановке сотрудники полиции составляют протокол. Фариза Албаева, Улжас Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саупа Муздар. Редактор субтитров А.Семкин